всех приветствую на связи майоров мы продолжаем выживать в сибири так что у нас здесь у нас тут надо вот что первых добавить огонька так и посмотрим что у нас здесь мы забыть и не сходим здесь ренегаты находятся дам чё я хотел бы забыть и в на на в этот раз не сходим так чё я хотел чё хотел посмотрим что мы можем тут сварить с вами так сварить 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 вода есть водичка есть четыре на еды рагу на 4 порция нас они туда ладно наса нету че есть есть вкусный суп на три порции всего лишь просто суп давайте на 4 вот так вот отлично так 4 порции получили раз два три 4 хорошо все поели все довольны что хотел инструментов сделать потому что мы постоянно тратим очки с помощью этих инструментов можно в принципе даже что-то экономить да давайте металлолом хотя подожди тут две единицы всего лишь давайте кости кости кто у нас будет изготавливать нож создать хорош так есть да и может быть молоток да давайте еще молоток сделаем так сказать чтобы было все молоток есть так инструменты хорошо надо теперь раскопать это серёга ой дмитрий хорошо делается она потерял очки ну ничего страшного ничего да вот ссылки 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 нам нужны ссылки срочно для этого нужны шнурок шнурок палки так значит эти двое час пойдут на вылазку да куда только где у нас тут шнурки бывают тут корни есть ягоды сюда не хочется идти понятно такое да тут много ренегатов поэтому даже не знаю куда идти давайте сюда попробуем что ли так так они пойдут давай опасно нам опасно чё тут черника бросает один из вас затем смеется когда другой начинает осматривать землю я не имею в виду растения так называют лесных пчел смотри действительно несколько насекомых вяло летают в воздухе кажется они кружат вокруг треснутого пня вы осторожно присматриваетесь к улью большинство пчел уже свилось в клубок и явно планирует зимовку может быть стоит рискнуть и вынуть немного меда давайте мед попробуем получить а чё нет пчелы однако не были такими сонными как могли показаться они защищают свой лесной дом с чрезвычайной свирепостью обогащенные новым опытом и хорошенько покусаны вы убегаете так хорошо давайте да куда куда блин надо сюда за тряпками что ли во время опасности иногда тело действует инстинктивно а ум отмечает события с некоторой задержкой вам кажется что сначала рикошет отколол кусок коры прямо рядом с вами и только потом вы услышали грохот выстрела эхом раздавшийся в широкой долине еще одна пуля попала в замерзший откос случайно образовав причудливую форму в глине только тогда вы бросились бежать пули свистят над вашими головами но вы бежите без остановки вам удалось упасть между сугробами однако это лишь временное убежище ренегаты не сдаются и бегут к вам вы с ужасом видите что оставляете на земле след крови да вот это я попал вы добегаете к роще под градом летящих пуль когда вы оказываетесь между деревьями выстрелы умолкают однако вы мчитесь дальше почти выплевывая легкие а ветки стягают вас по телу наконец вы оседаете в холодный снег без сил и воли продолжать борьбу за свою жизнь будь что будет на этот раз вам удалось бандиты должно быть потеряли след или им не хотелось продираться сквозь чащу когда вы понимаете что угроза миновала вы набираетесь новых сил и возвращаетесь в лагерь как можно скорее да нормально вы насобирали ребятки зря я туда пошел да ну ничего бывает такое надо было проверить убедительность так сказать да сигарета покури так что мы здесь можем сделать может быть улучшить фильтрацию да вот так вот так вот да Серега давай уберем этого Эдварда хотя больше некого да так давайте да теперь по действиям фильтрация фильтровать хорошо два раза больше нам так по водичке наверное всем раздадим раз два три четыре все пойдет так а кто будет отдыхать серега будет отдыхать серега и мария да так что у нас еще есть да что то есть что мы можем сделать улучшить улучшить допустим да что нибудь улучшить три три человека могут отдыхать от ветра от ветра да что для этого надо раз допустим я так примеряюсь просто один камень да вот это можно сделать это будет хорошо так еще раз по еде как бы можно да будет ягод поесть пока они не испортились еще раз хорошо по воде серега еще может выпить водички так ты фильтранешь фильтранешь да есть контакт ну как то так день такой бесполезный практически прошел можно сказать так отдых хорошо отдых отдых ну и все пока да мы должны сказать это ясно мы застряли ну ну давай что вы имеете в виду прошло несколько дней а мы не выяснили как выбраться из тайги по путям всюду далеко река не судоходно мы даже не нашли лучшего места для ночлега потому что только здесь мы кое-как спрятаны и у нас есть шанс услышать приближающийся поезд если он вообще прибудет я постепенно начинаю терять надежду и на это мы должны признать мы должны признать необходимость расширения этого лагеря нужно обеспечить лучшую крышу и защиту от ветра это не время для временных решений мы не знаем проточим ли мы здесь неделю или месяц ты думаешь мы сможем выжить так долго с этими головорезами кружащими по окрестностям то что мы все еще живы дает нам надежду мы способны противостоять любой угрозе пока мы сотрудничаем и готовимся должным образом вместо того чтобы пассивно поддаваться судьбе и ждать неизвестно какую помощь Опа лагерь да боевой дух лагеря поднялся так где мы находимся на самом деле слушайте кто-нибудь знает где мы сейчас и не говорите что в лесу или в беде потому что я знаю это не спрашивая где-то на кругобайкалке перед катастрофой мы пересекли один из притоков селенги и последняя остановка была вероятно в мысовой другими словами мы находимся в самом сердце страны куда наши тираны отправляли общественников реформаторов государственных деятелей и вообще всех кто хотел чтобы люди жили лучше может быть все не так плохо как мы думаем если это сборище альтруистов может здесь есть какие-то поселения гостеприимных сибиряков или охотничьи хижины с печью и провизией далеко отсюда до байкала или верхнеудинска не смейтесь над серьезными вопросами царь ссылал сюда пленных именно потому чтобы им было трудно и чтобы они не могли убежать какая ирония царь уже свергнут а судьба сослала нас сюда как очередных узников совести так чё у нас тут по еде до минус по холоду ну в принципе так еще нормально что тут у нас о отлично отлично смотрите можно за бетти сходить это мы наверное сразу сделаем так сейчас поднимем тут огонька чуть-чуть по холоду ну сейчас что-нибудь придумаем да значит так отправить экспедицию дмитрий и эдвард эдвард что тут нужно им дать ну чё им не дашь да отправить давайте забейте вот сюрприз на опушке леса возле обломков вы находите следы небольшого свежего лагеря кто-то пытался их замаскировать но ведь ренегаты не скрываются от вас следы указывают что здесь пребывали два человека один из которых должен был быть ребенком это может быть петруша вы должны сказать об этом Марии Петренко возможно петруша вагон в котором ехал сэр эдвард не сильно пострадал во время катастрофы кто знает может сундук с бетти все еще стоит на полке под потолком в купе англичанина было два входа один из коридора и один ведущий снаружи коридор довольно открыт и его пересечение может привлечь внимание ренегатов с другой стороны дверь ведущая прямо в купе находится на южной стороне и чтобы добраться до нее вам нужно будет обойти вагон широкой дугой обойти вагон лучше это было хорошее решение потому что чем меньше видимых следов вы оставляете тем меньше шансов что ренегаты узнают о вашем существовании это заняло много времени но вы добрались до наружной двери купе номер 3 и без особых усилий открыли ее хорошо в купе сэра Эдварда валяется несколько распотрошенных сундуков и узлов бандиты должно быть осмотрели весь багаж раньше продолговатый футляр в котором путешествовала Бетти лежит открытый под окном а в нем поломанная винтовка Мосина в лагере вероятно не этого ожидают но нужно брать что есть и эвакуироваться прежде чем вы привлечете внимание ренегатов кстати вы также сорвали занавеску и кусок обивки потому что они наверняка пригодятся для строительства укрытия а хотя бы так а тут смертельная опасность рискованный рискованный сюда ниже нельзя да это все куда я могу пойти риск здесь не хочу безопасный да давай здесь поищем ухты грибочки ухты а а так может быть даже патроны быть еще грибы да не особо много так а что тут вы углубляетесь в тайгу в поисках подходящих сухих веток когда вдруг слышите зловещий звук вы останавливаетесь закрываете глаза пытаетесь определить источник звука вам кажется или он звучит как рычание или мурлыкание нехорошо вы не хотели бы вступать в конфликт с каким-нибудь лесным хищником то лучше надо бежать как можно тише вы поднимаете последнюю ветвь и отступаете пятясь зачем искушать судьбу да не густо не густо что-то собрали и возвращаемся пойдет так что мы собрали мы теперь можем грибной суп сварить еда где-то тут грибной суп да два таких нет да только только 4 да получится 4 ну хорошо 4 да 4 порции пойдет варить так отлично раз два три четыре все поели отлично согрелись даже так что по улучшениям эти ребятки будут отдыхать им надо что-то соорудить да это что такое замерзание да моральный дух поднимает неплохо только нужно шнурок нужен так шнурок сейчас шнурок для шнурка нам надо чем вот такое нам надо да серёга серёга давай серёга семь штучек сделал красава так значит так улучшение здесь покрывало да что-то одеяло значит тут у нас не хватает к сожалению не хватает а если вот это вот раз это мы уже пробовали да у нас всё тут хватает вот так хорошо значит тут будет мария давай с серёгой вместе давайте ой хорош так отлично да небольшая защита от ветра всех в лаере да 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 так а вот это да в принципе ещё потом можно будет попозже это сделать так по больничке у нас пока ничего так я же хотел ссылки сделать ссылки вот так вот да да кто будет делать подождите посмотрю что тут поселкам у него что-то блин 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 не давайте вот так вот да а он будет искать получается к нам улучшить так хорошо действие проверка ловушек а ну ой курица попалась ха ха пойдет глухари да пойдет это перья будут да так теперь по отдыху ты и ты все отдыхать по еде воде тебе водичка нужна да тебе тоже кто у нас под замерз да уберем значит тебя уберем тебя оденем и так все хорошо ренегаты поблизости а вот выйдет да козлы значит увеличивать видимость пока не будем уменьшить а уменьшить не вижу да как все все мы сделали вперед мальчик с обломками находится замаскированный лагерь следы показывают что там было двое один взрослый и Петруша я знала что он жив Хорошо. Спокойно, не спеши с выводами. Вероятно, в поезде были и другие дети. Я чувствую, что это Петя. Утром мы должны пойти искать его. Он подружился с другим выжившим. Если оба присоединятся к нам, у нас будет больше шансов на выживание. Конечно. Утром мы прочешем территорию. Так, это мы определились. Теперь с Беттей, да, надо определиться. Мистер Эдвард, что это за винтовка? После разговора мы ожидали элегантного джентльменского штуцера или ружья на слона, а тем временем мы рисковали жизнью ради каких-то обломков. Да, это, несомненно, особый вопрос. Я утопил первую Бетти в озере Виктория, а вторую мне пришлось выбросить, убегая от Роя-Ос в Масуле. Подождите, их было несколько? Как вы определяете слово «верный»? На самом деле их было семь. Бетти – это переходное имя. Я привык к нему и называю так все свое длинноствольное оружие. Предыдущий, Ли Энфилд, был украден у меня в московской гостинице, и мне пришлось купить Мосина на дорогу, потому что он помещался в старый футляр. Вероятно, один из головорезов был очень разочарован, когда он открыл украшенный футляр и нашел внутри такую липу. Возможно, кто-то сломал Бетти на колени, или она пострадала во время катастрофы. Но ничего, замок все еще работает, и ствол держит линию. Если бы у меня было удобное рабочее место, я мог бы восстановить Бетти во всем ее великолепии. Без боеприпасов его можно использовать, самое большее, как пугач. Давайте не унывать. Может быть, что-то найдется, когда мы обыщем обломки. О, хорош. Так, и как мы заканчиваем? Неплохо заканчиваем. Да, и на этом серия заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментарии. Все остальное вы сами в курсе. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok